И на самом деле очень важно знать и украинскому, и российскому, и мировому обществу, а что происходит сейчас в Черном и Азовском морях. Вообще, как Российская Федерация контролирует Черноморский регион? И как сделать так, чтобы вот эти ракетные удары, которые наносит Российская Федерация по Украине из Черноморского региона, прекратились? На кануне мы с моей коллегой Каролиной Король пообщались с капитаном первого ранга Андреем Рыженко. И вот он очень много интересных месседжей озвучил, и озвучил очень интересные факты о том, какая сейчас ситуация в Черноморском регионе. Давайте посмотрим это интервью, которое было, я напомню, записано накануне. Смотрим. Это информационный марафон Freedom на телеканале UA. Каролина Король Олег Борисов для вас работают. И будем обсуждать следующую тему, а именно ситуацию в Черноморском регионе. В этой теме нам поможет разобраться Андрей Рыженко, капитан первого ранга запаса ВМС Украины. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Андрей Олег. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем со следующей новости. В Черном море российские военные удерживают сейчас в боевой готовности к нанесению ударов семь носителей ракет типа «Калибр». Об этом сообщает Центр военно-морских сил Украины. Давайте услышим прямую речь. Незаконно контролируя Азовское море и объявив его закрытым для гражданского судоходства, Российская Федерация продолжает обеспечивать движение гражданских судов через акваторию Азовского моря в своих интересах. Движение осуществляется с выключенными системами автоматической идентификации. Из сообщения военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Андрей Алексеевич, я правильно понимаю, что в силу этой новости, которую сообщили в военно-морских силах Украины, риск нанесения ракетных ударов абсолютно по всей территории сейчас очень высок, верно? Риск есть, но количество носителей ракетного оружия не изменилось. Периодически корабли заходят в базы, в пункты базирования. В основном это Севастополь. В Севастополе находятся корабли, которые несут ракеты «Калибр». Их там 9 кораблей, которые способны стрелять этими ракетами. Там же 9 кораблей, которые могут стрелять другими ракетами ещё советского производства. Есть такие системы «Раструб», «Термит» и «Москит». И они, в принципе, могут выйти, для этого не нужно много времени, и нанести удар фактически по любому месту от маршрута передвижения судов с наших портов до пролива «Босфор». То же самое это касается и кораблей судов, выходящих из Азовского моря. Но, в свою очередь, также уже ранее говорили, и разведка говорила о том, что сейчас, в силу того, что в Украине появились противокорабельные ракеты «Гарпун», сейчас корабли Российская Федерация, Черноморский флот, если я правильно выражаюсь, отодвинули намного дальше, отбуксировали дальше. Скажите, пожалуйста, существуют ли вообще в так называемом корабельном языке, в корабельной стратегии, какие-то лимиты в расстоянии? То есть, на какое расстояние нужно, чтобы уплыли корабли Черноморского флота Российской Федерации, чтобы они не были опасными для Украины? Ну, это зависит от того, какой тип ракеты на них стоят. Если на них стоят ракеты «Калибр», то у них радиус достаточно большой. Они простреливают все Черное море ракетами, которые предназначены для ударов по судам и кораблям, и они стреляют на дистанцию полторы тысячи километров по целям на берегу. То есть, в принципе, где бы они ни стояли в Черном море, они могут практически поразить цель в любом участке Черного моря. Другое дело, что, как правильно вы сказали, из-за того, что у нас появились ракеты «Гарпун», они понимают, что, в общем-то, работают они надёжно, с целью оказаниями у нас тоже, в общем-то, вопрос решается. Поэтому они корабли сейчас прячут на юг от Крымского полуострова. Такая стрельба для нас была бы несколько, ну, с таким сотворотом, несколько усложнена. Это делать можно, но это несколько усложняет стрельбу. Обычно стреляют на прямую директрису. Поэтому они сейчас прячут их вот именно поближе к Крымскому полуострову и стараются держать их на дистанции прикрытия континентальной системы ПВО. У них стоят там комплексы С-400, которые могут, в принципе, при нормальной боеготовности такие ракеты перехватывать. А так, в принципе, ну, если они поставят задачу выполнить ракетную стрельбу, то, в принципе, они могут это сделать. Также министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге сказал, что если Европа хочет избежать продовольственного кризиса, то ей нужно приложить все силы для поставок необходимого Украине оборудования для разблокировки портов. Давайте послушаем цитату и далее обсудим. Для открытия портов на юге Украины ей необходимо военное оборудование. Часть его уже в процессе поставки. К сожалению, другого пути разблокировать порты нет. Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро. Если Европа хочет избежать продовольственного кризиса, то ей нужно приложить все силы для поставок необходимого Украине оборудования. Габриэль Усландсбергис, министр иностранных дел Литвы. Но тут ведь вопрос еще в сроках. Сколько времени для этого может понадобиться? Ну, все правильно. Но сейчас я могу сказать, что партнеры Украины по срокам поставок работают достаточно быстро. Если брать классическую схему поставки, например, какой-то помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, то по всем документам это занимало раньше 3,5-5 лет. Ну, такие были у нас примеры по поставке, например, быстроходных надувных лодок для морской пехоты, для спецназа, для водолазов. Сейчас те же самые поставки, они осуществляются в течение 2-3 недель на условиях того, что эта техника есть на складах. Вот если говорить по номенклатуре, необходимой нам сейчас для разблокирования портов, то в первую очередь это противоминное оружие, противоминные системы. А сейчас достаточно распространены в Европе такие беспилотные беспилотники, которые осуществляют поиск и уничтожение мин. Как правило, это катер размером 8-10 метров, который не может ставиться на воду, программироваться. Он осуществляет сначала поиск потенциально безопасных предметов, потом их классификацию, а потом осуществляет уничтожение. Такой катер может стоить порядка 10 миллионов евро, плюс расходные материалы. Второй необходимостью, которая нам нужна сейчас, это системы ПВО. ПВО, ну мы знаем, что есть поставки сейчас вот этих систем на САМС, но они, по всей видимости, пойдут для защиты важных объектов на континентальной части страны. Вот нужно прикрывать порты, потому что знаем, что буквально вчера-позавчера Россия опять массово обстреливала наши порты при помощи системы СМЕРЧ и при помощи ракет Х-59, самолетов. Кроме этого, нам необходимо, чтобы вот эти вот противокорабельные ракеты находились на малоразмерных, ну на катерах, на ракетных. Водоизмещение может быть до 500 тонн, чтобы мы могли выдвинуть их где-то в центральной части Чёрного моря, и это обеспечивало бы такое определённое сдерживание противника в использовании им кроватых ракет. То есть вот это тоже, в общем-то, такая необходимость в этом есть. Ну и авиация. Авиация, в принципе, она может закрыть небо и обеспечить перехват вот этих вот кроватых ракет, которые могут быть, которыми обстреляны суда как с кораблей, так и перехват авиации противника. Ну это, конечно, уже такие, в общем-то, достаточно сложные и интенсивные варианты. Тут, конечно, надо, чтобы дипломаты, политики договорились, чтобы это было сведено к минимуму. И мы, в общем-то, видим, что Украина, Турция, Организация Объединённых Наций, другие наши партнёры, они, в общем-то, очень много привлаживают усилий, чтобы это случилось, чтобы убедить Россию таким образом себя не вести. Посмотрим, как это будет на практике. И плавно переходя к теме острова Змины, которой освободили украинские военные, давайте сначала послушаем реакцию на это президента Украины Владимира Зеленского, и потом более уже о стратегических вопросах, стратегическом значении острова поговорим. Слушаем. Мы украинцы, просто люди. Мы украинцы, просто люди. Добрый мирный народ. Мы не рвались в топы мировых новостей и в супергерои такой ценой. Всё, к чему стремились – просто жить свободно на своей земле. Но у Бога свой план. Если одолеть дракона, от которого дрожала полмира, суждено именно нам. Именно нам выпало быть андердогом, которому дают трое суток, а он сражается пятый месяц. Что ж, значит, мы, наверное, не зря именно мы. Значит, нам это по силам. И тот, кто обречён ползать, не заберёт даже змеиный у тех, кому выпало летать. Именно поэтому синий-жёлтый снова на острове. И когда-нибудь он непременно будет на полуострове. И во всех наших оккупированных городах и сёлах. И в каждом из них будет звучать наш гимн. И сейчас, Андрей, давайте посмотрим на онлайн-карту Украины, Чёрного моря, временно оккупированного Крыма. Вот здесь находился и находится уже освобождённый остров Змеиный. Давайте с вами, вот смотря на эту карту, обсудим стратегическое значение освобождённого острова Змеиный. Нужно ли там сейчас что-то располагать, какую-то технику? Что это даёт в целом, кроме, понятное дело, того, что это освобождение нашей территории, но в военном вопросе, что нам даёт освобождение острова Змеиный? Поясните, пожалуйста. Ну, основной задачей, Россия имеет две задачи, одной из которых является блокадом северо-западной части Чёрного моря наших портов. И этот остров был нужен им для того, чтобы контролировать и осуществлять эту блокаду. Для этого там была аппаратура радиоразведки, они наблюдали за деятельностью на побережье нашем, они наблюдали за Дельтой Дуная. Это, в общем-то, очень такие важные аспекты. Ну, для того, чтобы защитить свои силы, они там имели комплексы ПВО малой дальности, самообороны ТОРМ-2 и Панцирь, была там станция П-18, это станция наблюдения воздушного и надводного. Ну, были там подразделения также обеспечения и специальных сил для проведения диверсионных работ на нашем побережье. Это, в общем-то, начальная фаза для проведения десантной операции. То есть тем, что мы россиян оттуда выбили, у них значительно осложнился контроль за блокадой вот этого района северо-западного. Они не могут влиять на Дельту Дуная. Кстати, там стояла система торнадо, это система залпового огня, она могла наносить удары по устью Дуная, если бы, например, там бы выходили бы оттуда суда с тем же, например, земным или там с другими грузами. В общем-то, то, что мы оттуда выбили, это очень большой у нас успех. Я думаю, сейчас не нужно там постоянно держать контингент, потому что Россия всё ещё имеет перевес на море и в воздухе и может постоянно наносить удары. Вот после того, как был флаг установлен нашими бойцами сил спецопераций, буквально через очень короткий промежуток времени по пирсу ударили две ракеты, и самолёты российские тоже нанесли удар по острову, значит, для того, чтобы уничтожить вот эти вот остатки этих вот этой вот техники, которая там находится. Но они, видимо, боятся, что мы узнаем происхождение части и комплектующих вот этой техники. Вот, поэтому нам, но постоянно нужно нам знать, что на острове и держать его под огневым контролем. То есть, если противник туда что-то высаживает, то мы наносим удар. Вот, ну, состояние такое. А после окончания войны, конечно, этот остров должен быть наш, там должно быть восстановлено вот это вот посёлок Белое, это часть Одесской области. Значит, нам очень важно этот остров контролировать, потому что это, скажем, входные ворота в наши воды, в наше Чёрноморское побережье. И хочу также сказать, что, значит, на шельфе вокруг острова находятся ископаемые газа и нефти. Их, в принципе, можно добывать, и это, в общем-то, серьёзно улучшит нашу энергообеспеченность. Вот, ну, также это интересно нашим соседям и друзьям с Румынией, которые тоже, как бы, тоже планируют делать то же самое. Кстати, они очень активно, в общем-то, нам помогали, скажем, когда-то это будет, в общем-то, ну, помогали в плане того, что обеспечить вот то же самое, вопросы, связанные с освобождением острова Змеиный. В общем, вот такая вот ситуация. Остров Змеиный – это символ украинского сопротивления, так его называют, как, собственно, и крейсер «Москва», который потонул, тоже является своеродным символом. Но мы сейчас не об этом. Как раз вот новости об освобождении Змеиного совпали по времени с завершением в Мадриде саммита НАТО, на котором и была обещана дальнейшая, последовательная поддержка Украины. И вот тогда еще Борис Джонсон заявил, что отступление россиянца Змеиного – это признак того, что Украина победит в этой войне. Я вот даже могу привести цитату Бориса Джонсона. В итоге станет очевидным, что Путин не сможет удерживать страну, которая не смирится с оккупацией. А как вы оцениваете такое оптимистическое заявление Бориса Джонсона и вот его символизм острова Змеиный? Ну, Борис Джонсон действительно очень большой друг Украины. И так, как и Великобритания, как страна, они очень долгое время нам очень интенсивно помогают. Они помогали нам в возрождении наших военно-морских сил, других видов вооруженных сил Украины. Великобритания, она характеризуется тем, что у них очень сильная военная школа в плане образования, в плане боевой подготовки, в плане традиций. И они действительно очень много помогали нам в становлении и в развитии как вооруженных сил независимого государства. Потому что хочу сказать, что 30 лет назад опыта такого не было. Мы фактически жили день ото дня. У нас не было планирования среднесрочного, долгосрочного, у нас не было стратегии. Появилась доктрина, но опять же, это было всё сделано на остатках, скажем, таких подходов советских. Я думаю, что Борис Джонсон оценил то, насколько боремся мы за свой суверенитет, за свои ценности, которые, в принципе, понятны европейцам, понятны британцам. И я думаю, что это значительно ускорило то, что мы, в общем-то, рано или поздно станем членом Североатлантического альянса. И он, в общем-то, там разные были подходы. Действительно, я служил 4 года в НАТО, знаю, что вот эти политические дебаты там идут постоянно, даже между уже членами НАТО, там относительно очень многих вопросов. Понятно, что очень Россия не хочет, чтобы Украина была членом НАТО. И она давит на другие страны, которые имеют определённую зависимость, в основном экономическую, от них. Ну, я думаю, что, как бы, Борис Джонсон, он очень, как бы, так откровенно, и, ну, он действительно очень большой друг Украины. И я думаю, что то, что он сказал, будет реализовано. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот мы сейчас наблюдаем также, что и в Российской Федерации, в принципе, Азовское море оккупировало, часть Черного моря оккупировало, и понимаем, что флот у Российской Федерации довольно-таки мощный. Как сейчас, я не говорю о помощи, которая нужна в предоставлении, о чём вы уже ранее говорили, это противокорабельные ракеты, специальные системы. Я говорю о том, насколько реалистично в ближайшее время деоккупировать не только сушу, не только материковую часть Украины, но и в том числе Черное море. Ну, если нам, ну, прежде всего, в принципе, если нам удастся деоккупировать южные области Украины, то, в общем-то, контроль над Черным морем, он, значит, он восстановится. Это точно. Проблема может быть, конечно, с Азовским морем, потому что сейчас всё побережье Азовского моря наше оккупировано. В общем-то, там ситуация была странная, потому что всё это случилось фактически в первый день, либо в первые дни оккупации. Но я думаю, что после этого мы пойдём совсем другим путём. Таких договоров, как договор 2004 года по статусу Азовского моря как внутренних вод России и Украины, больше не будет, потому что его Россия не выполняла. А то, что мы сняли свои определённые возможности в его защите, в общем-то, сыграло плохую роль. И там же вы знаете, что до этого момента не была проведена граница морская по Азовскому морю. Даже спустя 30 лет независимости Украины. Ну да, то есть, в принципе, автоматически, если у нас есть побережье, можно говорить о том, что море наше. Но нужно его защищать. Нужно защищать как территориальные воды, и это, в принципе, это суверенная территория страны. Это такая же самая, как сухопутие, так и исключительно морская зона. Там гарантирована безопасность плавания, но там есть права страны прибрежной на ведение добычи полезных ископаемых, рыболовства и так далее. Но для этого нам нужен, конечно, будет флот, строить флот. Причём, ну, флот для защиты вот этих вот прибрежных вод, скажем, 40 миль, нам нужно фактически сразу, как будет прекращён огонь, или как Россия просто перестанет настолько доминировать в море. Потому что, ну, если флота не будет, то опять будет такая же ситуация. Причём флот нужен не экспериментальный, а готовый, мощный и полностью взаимосовместимый с силами НАТО. То есть, ну, в принципе, какие параметры этого уже, предложения такие есть. То есть там должны быть ракетные катера с противокорабельными комплексами, которые обеспечили бы, которые бы нанесли удар бы ракетами по десантным кораблям, по ракетным кораблям в случае их приближения к нашим водам или нанесениями ударов. Там должны быть катера такие патрульные, которые могли бы фиксировать какую-то опасность моря в интересных для нас районах, районах, например, экономической деятельности, проводить противоминные действия, противодиверсионные. И какие-то вот такие амфибийно-ударные катера, которые могли бы реагировать на диверсионные группы противника, на высаживать в какие-то захваченные районы нашей группы морской пехоты, рейдовые или сил специальных операций. Ну, такие, такой формат уже есть. Называется «Москитный флот», и это, в принципе, могут поставить нам партнёры. Такие договоренности есть. И, в общем-то, стоит это в пределах тех денег, которые планировались в бюджете Украины с помощью и партнёров. А в перспективе уже, конечно, можно говорить о том, что, видите, насколько серьёзно вырисовалась роль Украины как поставщика агропродукции. То есть нам нужно думать о том, чтобы защищать наши коммуникации морские и ползаемых границами Чёрного моря, Средиземном море, в океанах, туда, куда доставляются грузы. Тем более мы помним, что были случаи, когда и на наши суда, и суда с нашими экипажами нападали пираты, и, в общем-то, необходима была помощь. Нам помогали партнёры, партнёры ждут помощи от нас. А для этого нужны корабли побольше. Ну и стоит это гораздо больше. Поэтому вот это... Важность Украины в этом плане оценила и понимает не только Украина, конечно же, но, мне кажется, сейчас и весь мир. Мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я хочу напомнить нашим зрителям, что Андрей Алексеевич Рыженко, капитан первого ранга запаса вооружённо-морских сил Украины, был с нами на связи.